Международная конференция Которая состоялась в ноябре прошлого года в Таврическом дворце под эгидой КПРФ Но я там тоже большое организационное участие принял Не только организационное, но и теоретическое доклады сделал На пленарном заседании выступал вот с этим докладом И как видите, это очень корреспондируется с нашей сегодняшней темой Тема чуть-чуть более узкая Но я по необходимости все равно бы захватил и проблемы современного национализма Потому что надо показать, что теоретическое наследие Иосифа Виссарионовича, Владимира Ильича Это не просто архив какой-то, который интересно познакомится историку А что это учение, оно живо потому, что оно актуально Что оно очень может хорошо использоваться Используется, конечно, сознательно В борьбе со всякого рода национализмом, шовинизмом, фашизмом, расизмом Если хотите Это все не только измами заканчивается Но тут много родственного, одно хреново Ну давайте Подожду Подожду Значит, я тогда Вступление без слайда Просто историческую справку Так как у нас-то тема все-таки был Сталин О нации, о национальном вопросе Так что я скажу, что, конечно, вот Из двух выдающихся вождей Наших, отечественных Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича Значит, если выбирать главного специалиста по национальному вопросу То, без сомнения, это будет именно Иосиф Виссарионович Причем этим специалистом он стал по, можно сказать, благословению, как говорят атеисты, Ленина Еще в 1905 году Ленин, ознакомившись с работами молодого Иосифа Джугашвили еще Да, работами даже на грузинском языке, который ему Сталин переводил, так сказать, синхронно Чтобы он мог познакомиться Как раз по национальному вопросу Поскольку этот национальный вопрос везде стоял остро На просторах Руси Великой еще, Царской России Да, он этот вопрос стоял, почему остро, да потому что Вот уже Сталин почувствовал и в первых своих работах Вот в частности сборники статей «Анархизм или социализм» 906 года выпуска 906-907 там сборник был, поэтому, так сказать, они Так, нумеруются двумя годами Вот он уже эту проблему поднимал И указывал, что национальный вопрос является Одним из важнейших, если не самым важным Вот в борьбе за что? И против кого? За пролетарский интернационализм Против чего? Против как раз национализма буржуазного Ибо буржуазия там иногда, знаете, представляет Что там ничего-то не понимает С одной стороны, не то Все очень хорошо понимают И главное, что все хорошо понимают И до сих пор понимают Свои национальные интересы Это я все преамбулу даю Национальные интересы И тогда хорошо понимали Свои национальные интересы хорошо понимали И свои классовые интересы хорошо понимали А вот тут национальные интересы Национальный вопрос Возникает вопрос А вот национальное Это прилагательное От какого существительного? От существительного нации Или существительная национальность? До сих пор Хотя вот Сталин поставил достаточно много точек над «и» в этом вопросе и окончательно, в общем-то, дал определение, классическое определение нации, до сих пор у нас разброты шатали. Вот послушайте каких-нибудь наших политологов записных или не очень записных, которые выступают у нас и по центральному телевидению, если они касаются национального вопроса в том или ином ключе, то все время сознательно или подсознательно подменяет понятие «нация» и «национальность». А это, как говорят в Одессе, до сих пор две большие разницы. Вот, «нация» и «национальность». Так вот, разобраться в этом вопросе и действительно решить национализм, это вот от чего идет, да, он на чем основан, на абсолютизации интересов какой-то отдельной национальности или какой-то отдельной нации, в чем различие. Вот Сталин и взялся за это, как я сказал, по поручению, прямому поручению Владимира Ильича Ленина. Ленина, поскольку Ленин уже познакомился с работами Сталина, он понял, что он может по этому поводу работать, он правильное направление держит. Вот он и стал, Сталин, разрабатывать эту проблему. И сначала теоретически, а потом и практически. Вы знаете, что не случайно Иосиф Виссарионович стал после победы Октябрьской революции «Народным комиссаром по делам национальностей» в первом советском правительстве. А комиссаром по делам национальности, заметьте, не нации, а национальности, я подчеркиваю. Тут уже грамотно даже определение должности было. Вот эти термины, казалось бы, ну что там, загляни в какую-нибудь словарь, поймешь. Да нет, вот в словарь загляни, вот сейчас в Википедию, Википедия нацию и национальность отождествляют. Вот недавно посмотрел там, посмотрите. Отождествляет нацию и национальность. И здесь не просто ошибка, это было бы ошибкой досадной, но это не ошибка. Это заранее спланированная, так сказать, фальсификация, подмена понятий. А для чего это нужно? Вот Сталин, впервые подняв вопрос вот в этой сборнике статей, где он там участвовал и в соавторстве, и один под общим названием сборник «Анархизм или социализм», он уже впервые этот вопрос поднимает, вот замените, название «Анархизм или социализм». Анархизм откуда берется? А вот когда абсолютизируются интересы национальностей, вот это приводит к разброду и шатанию, к анархизму. Точно так же, если абсолютизируются интересы какой-то другой этнической группы, подчеркиваю, этническая, национальность. Сталин, вот еще не Сталин, Джугашвили вот в этой работе в сборнике, там у него раскидана, еще вот эта проблема, ну не очень прояснена, но она как бы исподволь уже Сталином понята, судя по тому, что он пишет. А вот в работе, в фундаментальной работе Сталина по этому вопросу, который так и называется «Марксизм и национальный вопрос», это работа 1913 года, вот здесь Сталин уже действительно дает четкое определение, что такое нация, чем она отличается от национальности, почему пудирует буржуазия вот этот национальный вопрос на основе именно абсолютизации роли какой-то национальности, титульной. Ну вот вслед за Сталин давайте вот это рассмотрим. Вот Сталин дает определение нации, ставшей классической. Вот я цитирую, чтобы это, так сказать, никак не переврать источник. «Нация есть исторически сложившаяся, устойчивая, общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психологического склада и проявляющаяся в общности культуры. Только наличие всех признаков, взятых вместе, указанных, да, дает нам нацию». А чуть ниже Сталин поясняет, что вот общность-то, языка, территории, экономической жизни и психологического склада и общность культуры базируется, базируется, он прямо подчеркивает, с позиции марксизма, мы должны признать, что базой всякого единства, социо-культурного, духовного и прочее, если есть какое-то единство, так вот в основе, что лежит? Конечно, экономическое единство. А вот экономическое единство, и тут Сталин делает, можно сказать, научное открытие. Уже в определении нации это уже совершенно новая формулировка. Замечу, у Маркса и у Энгиса термин «нация» и «национальность» используются очень часто. Но четкого определения и различия они не делают. Поэтому даже у них, ну, на всякого великого довольно простоты. Даже у них идет смешение. Но вот Сталин, ну, конечно, Маркс и Энгис тоже были не только теоретиками, но и практиками. Но вот что касается Ленина и Сталина, то они, конечно, были и теоретиками, и практиками. Не только теоретиками, но еще и практиками. Вы знаете, тут неразрывное единство было. Безусловно. Так вот, именно это, что они шли от практики, вооруженные теорией уже марксизма, позволило и Ленину, и Сталину уточнить понятие нации. Давайте посмотрим еще слайды. Так вот, Ленин еще писал... Извините, пожалуйста, лампу, я думаю, что такое. Выдвинулся в настоящее время на видное место среди вопроса общественной жизни России. Почему? Воинствующий национализм, реакции, переход контрреволюционного буржуазного либерализма. Видите, либерализм. Вот он наш новый, неолиберализм, который стал политикой России на протяжении всего времени после переворота, после ликвидации Советского Союза. Но смотри, к национализму, особенно великорусскому, а затем также польскому, еврейскому, украинскому и прочее. Понимаете? Вот тут-то мы находим много общего сегодняшнего в нем. И, наконец, усилие националистических шатаний среди разных национальных, то есть великорусских, социал-демократов, зашедшее до нарушения партийной программы. Все это, безусловно, обязывает нас уделить больше, чем прежде, внимания национальному вопросу. Вот это еще до революции написано. Национальный вопрос. То революции надо решить. Потому что революция должна выйти не просто так с набросанными апрельскими тезисами, вы знаете, программа такая очень глобальная, такая очень крупными мазками, что это, набрасанная Лениным. Но надо было менять программу партии после победы в октябре. В изменении программы, выработка нового программы и устава партии принимали активнейшие участие, конечно, и Владимир Ильич, и Иосиф Сырёнович. Иосиф Сырёнович пришлось взять, так сказать, на себя бразды правления. В очень сложное время, как вы понимаете, еще не были решены вопросы, которые бы позволили в экономическом плане социалистический сектор экономики поднять и сделать его основным. Вот в этой многоукладности, сложившейся совершенно объективно, после победы октября. И вы знаете, что Владимир Ильич, он, так сказать, использовал вот такое шатание, и как-то надо было в этих шатаниях что-то такое за что-то ухватить, чтобы упрощить и экономическое, и вслед за этим и политическое положение, и стабильность внутри еще даже не ставшего союза советских социалистических республик. Вы помните, что это не сразу появился, да, и тут еще надо было, кроме названия еще, содержание напомнить. Вот. Так вот что, Ленин, многоукладность, как он, так сказать, удивительным образом, неожиданный приоритет дается, вы знаете какому, мелкобуржуазному сектору, вот новая экономическая политика. Это позволило что? Экономику поднять, упрощить и обобществить экономическое положение страны. А вот для этого надо было за счет этого экономического, так сказать, отбросить вот эти все националистические моменты. Ну давайте переключим еще один слайд. Да, давайте вот это, там делишки, там, смотрите. Да, вообще-то это тоже полезно, конечно, прочитать. Посмотрите на капиталистов, они стараются разжечь национальную вражду в простом народе. А сами отлично обделывают свои делишки в одном и том же акционерном обществе и русские, и украинцы, и поляки, и евреи, и немцы. Так же, как и сейчас, в одной мафиозной структуре. Очень много национальностей. Против рабочих объединены капиталисты всех наций, правда, пишет. Тут Ленин, можно или еще поправить национальности и религии. А рабочих стараются разделить, ослабить национальной враждой. Ну вот национальная вражда, это вражда между национальностями, а не нациями. Но возвращаемся вот с этим, опять я возвращусь к определению Сталина, вот определению наций. Там она, давайте-ка пролистаем. Давайте, ну это вот тут, давайте еще, еще. Подождите, первое, до этого, Марксин, да. Ну это вот разных национальных перегородок, между чем и чем. Так, где там определение нации дальше? Так, вот это, из этой работы-то, да. Марксин, национальный вопрос. Дайте-ка еще дальше там. Общность, смотрите. Общность, что такое нация? Подчеркивание. Общность, это не расовая и не племенная, не этническая, не кровнородственная. Вот в чем, вы понимаете, различие. Нация, это не расовая и не племенная. Нынешняя итальянская нация образовалась из римлян, германцев, этрусцев, греков, арабов и так далее. Французская нация сложилась из галлов, римлян, бритов, германцев и так далее. То же самое нужно сказать об англичанах, немцах и прочих, сложившихся в нации из людей различных рас и племен. То есть, возвращаясь к определению, определение, что-то я не, слайд должен быть. Ну-ка, следующее. Во! Да? О! Вот, понимаете, на базе общности, вот оно. Только вот то, что я цитировал, это определение. Это определение одно стоит многих томов рассуждений о национальном вопросе, в томах, в которых не делается различие между нацией и национальностей. Итак, Сталин совершенно определенно показывает, что, заметьте, нация является не просто исторической категорией, а исторической категорией определенной эпохи, эпохи поднимающегося капитализма. То есть, нация, как, прежде всего, экономическое единство, сплачивается капиталом. Общность капиталистического производства, вот на капиталистическом производстве, на фабриках и на заводах капиталистических, крупнейших, происходит сколачивание вот этой нации из людей различных национальностей. То есть, о чем вот Сталин до этого писал, из людей различных национальностей. И, заметьте, если посмотрим на то, что Сталин указывает, да, общность языка для нации – да, обязательно. А для национальностей – не обязательно. Скажем, вы знаете, вот еврейский народ наиболее расселен по миру. И очень часто, да вот у нас, евреи наши, кто из них евритом владеет? У меня один приятель уехал туда, женился на еврейке, сам русский, кстати. Ну вот, бежал, такой школьный приятель, не друг, потому что мне такие не друзья. Вот. Ну, в приятельских, вроде, человек неплохой, но вот не патриот. Надо вот как-то делать что-то для, не только для себя, а вот так сбежать, где-то там вроде потеплее, получше. Вроде. Вот. А сейчас выясняется не очень. Вот уже я тут с ним, дочеку, связываюсь. Так вот, понимаете, и что там, конечно, вот евреи, которые, он приехал туда, он не владеет языком. И даже евреи чистокровные наши говорили исключительно на русском. Владели русской культурой, воспитаны были в этом, понимаете. И у них не было, конечно, общности языка. Вот евреи, евреи в Соединенных Штатах, он на английском говорит, где-нибудь, ну, в Израиле, на еврите, но Израиль-то недавно исторически появился, вы знаете, как государство. Где-нибудь там, на Востоке есть, да, он говорит на каком-нибудь восточном языке, на китайском, в Китае много евреев, кстати. Вот. На китайском говорит. То есть общности языка нет. А территория, ну, понятно, проживает на очень разных территориях. То есть для национальности, как этнической общности, вот этих моментов, критериев нет. Нации. Нации, прежде всего, экономическая общность. А потом и вслед за этим, и вместе с этим, общность языка, территория, экономическая жизнь, вот это главное. И психологический склад. Вот говорят, ну, там вот у всех там какой-то психологический склад особый, ну, там у людей восточных, там психология другая. Вот. Да, если они живут там у себя на родине, да, другая. Но если они родились и выросли здесь, скажем, в Ленинграде, то я вас уверяю, потому что я сам вообще представляю собой такую этническую смесь, я человек открытый, говорю, знаете, во мне сколько крови, ну, у меня китайский, кровь есть, дед у меня китайец, а бабушка по деду китайцу грузинка, а мама у меня русская и коренная, санкт-петербургской и ленинградкой. Понимаете, вот так. Ну, так что, а кто я вообще? Какой национальности меня можно отнести? По психологическому складу, по языку, по культуре я, конечно, русский, не всякого, потому что я воспитывался в русской среде, да, безусловно, на русской культуре, и у меня ничего в голове другого не может быть. Так вот, таким образом, вот, общность, да, психологического склада возникает на основе предшествующего, вот экономическая общность, и общность жизни, общность совместный труд на огромных предприятиях, людей, рабочих объединяет, что экономическая жизнь, а закрепляется, конечно, они должны говорить на одном языке, иначе как они будут? Вавилонское столбоподворение, вы знаете, там, когда Бог по легенде хотел разъединить людей, которые строили вот совместные, деятельность у них была, башню-то хотели построить совместно, там, до неба дотянуться. Ну, и все, как только смешение языков, вот тут Бог и разделил языки, да, и они уже не смогли вместе ничего делать. Общность языка – обязательный момент, но на основе и общности экономической жизни, также и психологического склада, и потом культура, вся эта культура, вся многообразная культура, эстетические взгляды, этические взгляды, какие-то взгляды, даже экономические, да, конечно, есть общность у нации, но в нации есть и большой раскол, который стремятся затушевать представителей того самого буржуазного класса, появление которого вместе с пролетариатом и привело к появлению вот таких наций, да, в масштабах государства или объединенных государств, да, вот. Что затушевать? Классовые различия, конечно, классовые различия. То есть представители одной и той же нации эксплуатируют, так сказать, друг друга, но от одни эксплуататоры – это уже классовые, а другие эксплуатируемые. А как это выясняется-то, на чем основании? То, как живет там, нет. Это так, внешний момент. А главное существенно, это, конечно, что? Собственность на средства производства. Если владеешь крупной собственностью, да, вот ты к этому классу, а какой ты национальности – это дело 25-е. Уж каким был националистом и фашистом Адольф Гитлер? А однако евреев, да, внутри Германии, своих, так сказать, евреев, он вроде как уничтожал, да, вроде как уничтожал, кроме тех, которые представляли для него экономический интерес. А это прежде всего, вот, группа Рокфеллера, да, вот они, вы знаете эту фамилию, там они в Соединенные Штаты там перекочевали частично, и Рошельдов, да, Рошельдов, да, я думаю, Рошельдов, конечно, оговорился. Рошельдов, вот, Рошельдов прежде всего. Так вот, понимаете, ничего, никто их не притеснял, никто их в лагеря не отправлял, не сжигал в топках там, понимаете, почему они нужны. Экономический интерес прежде всего, все остальное вторично. Экономические отношения прежде всего, все остальное вторично. И вот как все по Марксу, вы знаете, экономические отношения, производственные экономические отношения составляют базис системы социальной. А все остальные своеобразия психики, своеобразия взглядов на искусство, на мораль, даже все эти формы общественного сознания, они формируются под воздействием чего? Вот этих экономических, прежде всего производственных экономических отношений. И об этом много написано, я сейчас не буду отклоняться, можно было это показать и доказать, не буду. Значит, вот, ну а национальность, национальность этническая, кровно-родственная. Ну и почему одну национальность нужно отделять и говорить, что она выше там, или расу, что то же самое, этническое превосходство, этническое, кровно-родственное. В фашизме, значит, вот, начиная с Ницше, вот, сестра Ницше, его пыталась уже после смерти, она долго прожила еще, младшая сестра Ницше, обелить его, что Ницше обвиняли в том, что он идеолог фашизма. Он, думал, не идеолог фашизма, нет, он, так сказать, об этом ничего не писал. Ну, это можно поверить сестре Ницше, если не считать самого Ницше. А если почитать самого Ницше, то увидите, что культ вот этого словами, конечно, в переводе с немецкого на русский, вот этого истинного фюрера слова, фюрер-вош, да, это он, этого, этой белокурой бестии, которая имеет волю к власти непоколебимую, неучтожимую, только его можно уничтожить, волю нельзя уничтожить, да. Так вот, ему и принадлежит будущее всего народа, ну, какого народа? К народу-то кто относится? Конечно, люди вот этой самой расы, настоящие арийцы, да, кровно-родственные, единственные. Но ведь это не имеет никаких аргументов, это просто-напросто, так сказать, декларируемо, и Ницше декларировало, и потом, конечно, и вся гитлеровская, геббельская пропаганда декларировала, не могла доказать. Пытались привести примеры, вот смотрите, вот выдающиеся достижения, там, великие полководцы немецкие, они явно принадлежали к этой, ну, это так, натяжка. Знаете, на примеры можно диаметрально-противоположные привести, да, когда выдающиеся немцы по-настоящему были евреями, да. По происхождению, да, вот, а тут так вот пытаются это привязать. Таким образом, вот, вот как писал и Иосиф Сергеевич, и Владимир Ильич, попытка все свести к различию национальностей, это попытка внести раскол в рабочее движение, и раскол иногда в страну. За счет чего, вот, Советский Союз, великий и могучий, с колоссальной армией, казалось бы, очень организованной, великолепной, почему он вдруг развалился, да. Сам? Нет. Помогли, конечно, помогли. И все это было видно. Ну, я, конечно, уже, знаете, я в Советском Союзе и доктором, и профессором стал. Это в таком уже возрасте нахожусь. Так что я все хорошо понимал, почему я доктор философских наук. Хотя я занимался философскими проблемами естествознания, а вот эти проблемы, в общем, никогда специально не поднимал, потому что, ну, не было нужды. А вот сейчас, последние эти десятилетия, которые отделяет нас от Советского Союза, я как-то переориентировался к неудовольствию нынешней власти. Вот, что я думал, не о том пишите, пишите дальше о философских проблемах квантовой механики, я писал. Ну, пишите. Меня специально заставляет это делать. Вот тут, понимаете, тоже затушевывается классовый интерес, определенный рук. Так вот, значит, я говорил, значит, кроме этническом, попытка противопоставить одну национальность другой национальности, одну расу, другую национальность по поводу превосходства, да, которые ищут либо в исторических примерах, либо в сиюминутных надерганных примерах. Ну, можно доказать и совершенно демитриально противоположное, да, что представители одной и той же национальности, одни враги народа и отечества, а другие великие герои, подвижники, ученые, музыканты. Ну, вот Карл Маркс, вы знаете, евреем был, да, чистокровным евреем и всяких, так сказать, привнестей. Там у Ленина ищут, там была еврейская кровь, не была. А, значит, находит, ну вот нашли изъян, в конце концов, у Ленина. Вот, а у Маркса искать не надо тут, никуда не денешься, да. Ну и что это, что умаляет его достоинство как теоретика и даже как практика, потому что ведь союз коммунистов, они с Энгельсом, чистокровным немцем, да, не помешало им дружить, вместе работать и не помешало самоотверженности Энгельса, то, что Маркс был евреем, да. Вот с ним вот великая дружба, великая, да, самопожертвование, вот, скажем, в течение 20 лет Маркс не работал, писал капитал, а Энгельс его вместе с семьей кормил, да, вот понимаете, вот это же большое самопожертвование, да, безусловно, безусловно, себе иногда отказывая тоже очень, потому что Энгельс считал, что Маркс, он его, ну не то чтобы умнее, да, но вот он способнее его вот в этих вопросах политэкономических, он не так разбирается в этих тонких вопросах. Конечно, тут этнические какие-то принадлежности Маркса никак не учитывались, да. А как бы это интерпретировал Ницше, ну что это Маркс евреи, а Энгельс чистокровный немец, как это, какое смесь, что это такое, как-то может быть, это ничего не даст, да, кроме противоречия. Но противоречия-то на самом деле классовые. Все, как говорил наш великий юморист, все из-за экономических отношений, все из-за бабок, да. Вот сейчас пытаются затошевать какие-то противоречия, ну, скажем, на Украине, да, вы знаете, и внутри Украины, и между Украиной, и Россией, вот как это тоже раскрутили, да, замечательно раскрутили. Вот эта рознь между национальностями, а какая там даже вот ученые генетики определили, что геном-то у нас с украинцами почти одинаковый, да. На уровне генетическом даже нет разницы. Не то, что там внешне или там по уму, по IQ или еще почему-то. Да и по языку у нас там, вы знаете, разница небольшая. Вполне можно понять, украинцы, если там несколько часов с ним поговоришь, так попрощишь его помедленнее что-нибудь проговаривать, все можно понять. То есть мы, конечно, единый народ, и вот это разбиение, это было чудовищное преступление всего Советского Союза. Ну, а Украина и Россия, вот это противопоставление. Я вам скажу, я, конечно, специально политикой не занимался, но когда я был еще достаточно молодой, в 30 лет я уже был кандидат наук философских, но вот в это время, если бы мне кто сказал, что Украина захочет воевать против России, отделится и захочет воевать, и захочет в блок НАТО, понимаете, что они вот всячески стремятся попасть в блок НАТО, а некоторые союзные республики наши, виноват не союзные, а социалистические республики, да, захотят вообще и вступят в НАТО, ну это я бы повертел бы пальцем у виска и сказал, голубчик, ты что-то такое, фантазии у тебя совершенно немыслимые. Произошло это, это был, конечно, большой шок от осознать, почему, опять же, без национального вопроса вот этого разрешения национального, весь национальный вопрос как раз вокруг этого и крутится, в чем различие нации и национальности, и вот если проблема нацизма, национализма, фашизма, эта проблема связана с различием педалирования, вот это абсолютизация различий между национальностями, еще раз повторяю. Но заметьте, что ведь это вот различие, которое прекрасно было раскрыто вот Иосиф Сиреновичем еще в 13-м году, да, больше 100 лет уже прошло, а тем не менее многие не осознают или не хотят осознавать. Ну вот сошлюсь, например, на директиву Министерства обороны США от февраля еще 92-го года, они уже тогда построили план определенный. В директиве прямо, вот я цитирую, цитирую в переводе, конечно, на русский язык, заявляется, что цель НАТО, где, вы понимаете, в НАТО США играет первую скрипку, вводить миротворческие силы в регионы заранее инспирированных этнических конфликтов, то есть они инспирируют, прямо написали откровенно, в директиве, это перевод, и пограничных разногласий на территории от Атлантики до Урала. Ну сейчас они уже говорят, что что до Урала, ну там уже и до Океана, Тихого, что там до Урала-то останавливаться. Это у Гитлера был вначале план заевать Советский Союз до Урала, а дальше он сам разваляется. Вот, все, дойдем, все, дальше мы уже можем не воевать. Вот, ну вы знаете, что наша оборонная промышленность была успешно переведена в Урал, за Урал даже, да, а не только на Урал, в Восточную Сибирь, и там работали в тяжелых очень условиях, но ковали победу в буквальном смысле слова, ковали под открытым небом, в морозы. Я с этими людьми говорил, и у меня и отец, и мать воевали в Великую Отечественную войну. Я сам, вот, ребенок войны, статус такой новый привел, до блокадника не дотянул я немножко, вот, пораньше родиться, но, может быть, и не жив бы был. Но я о чем хотел сказать, что, вот, конечно, я говорил с непосредственными участниками войны, с непосредственными участниками вот этого героизма, действительно, нашего народа, где-то даже не в Ленинграде, в блокадном, но где-то за Уралом, вроде там далеко, но в каких условиях они работали. Когда металл, они там, вот, токарный станок стоит в поле, там температура минус 25, и деталь прилипает к рукам, там иногда в перчатках невозможно взять, или в варежках деталь какая-то мелкая, прилипает, отдирает ее с куском кожи, понимаете, вот такие, но продолжает работать, замотал чем-то, продолжает работать. За что они работали? Ради наживы так, вы же понимаете. Вот. Нет, конечно, безусловно. Или они под пулеметами работали? Нет, конечно, не под пулеметами. Вот было какое сознание, какое национальное самосознание, а какая нация? А вот нация была такая, советский народ. Я живой свидетель, что пока, что это действительно была нация, и никаких таких конфликтов у нас, на Горный Карабах, вот вы знаете, сейчас опять полыхнуло, да, вот это что? Это все инспирированные этнические конфликты, обязательно, и за счет этого инспирировано, сколько эти ребята, капиталисты, свалили уже стран, лишили их самостоятельности за последние десятилетия, свалив сначала Советский Союз, потому что при Советском Союзе это невозможно было, Югославию разбомбить, невозможно было. Разбомбили. Иран. Да, Ирак. Все эти страны, понимаете, ну и вот в Сирии, вы знаете, тоже все, межэтнические конфликты, все подогревается. И успешно, можно легко переориентировать людей, даже достаточно образованных, ну великую нацию, нацию и не национальность, да, немецкую нацию, в масштабах государства, Германия. Сумели же идеологи Гитлера, не только один Геббельс, и сам Гитлер тоже был хорошим оратором, искусственным, мог, так сказать, в нужное время, в нужном месте выступить, так что парализовал целые тысячи на стадионах, вот есть документальный кадр, он выступает. вот эти люди, культурный народ, потомки Гёта, Шиллера, Вагнера, кстати, любимый композитор Гитлера, но все равно выдающийся, конечно, композитор, Баха и Бетховена, Гигеля и Маркса, да, и вот они соловянными глазами кричат там Зиг Хайль, да, вытягивая вперед руку в фашистском приветстве. Можно вот так обработать? Можно. Вот вы, ну, так, нация была угнетенной, не интернациональность, нация, опять же, да, немцы в масштабах, там тоже этнические, даже среди немцев есть этнические, это различие, это тоже сейчас тоже используется, и тогда использовалось, конечно. Истинная рейсия не совсем истинная рейсия. Вот. Так вот, конечно, можно вот за исторически короткий срок. Как у нас СССР-то развалилось? Вот прямо на моих глазах это все делалось. Эмиссары Запада работали, конечно, а не только наши заинтересованные экономически, опять же, знаете, вот наши выдающиеся партийные и советские руководители, о которых я знаю тоже не понаслышке, потому что я в течение десяти лет работал, преподавал и заведовал кафедрой Ленинградской ордена Октябрьской революции высшей партийной школы. Я смотрел, я ковал кадры, да, Эстония, Латвия, Литва, вот, все наши воспитанники. Москву, конечно, учила Москва, там, в своих партийных школах. Ну, вот, я смотрел на этих ребят и девчат, что называется, как они постепенно мигрировали, да, вот, как у них духовно мигрировали, идейно мигрировали, да, на какой основе, ну, вот, сопоставление, вот, там живут лучше, а мы-то чего тут вынуждены прикидываться рваным пижачком слуг народа, а мы вот, наверное, выдающиеся, да, вот, каждый себя считал, тут даже не этническое превосходство, а вот такое личное, я выдающийся, потому что я вот такое место уже занял, я там первый секретарь городского комитета, районного даже, не городского, начнем с этого, районного комитета партии, второй секретарь, чванство появляется такое, вот еще и Сталин писал о великодержавном таком якобы партийном гуманистическом чванстве, вот, появляется такое желание, вот, передать по наследству не власть, как они это все делали, я тоже могу целый ряд имен привести, пример, когда вот, если ты там большой партийный начальник, то сын твой или дочь станут тоже крупными партийными начальниками, власть, потому что владений-то нет, частной собственности нет, она не разрешена, значит, что можно передавать? Власть можно передавать, а власть тяжело, если ты там генерал, сына тяни до генерала, а если у сына что-то с головой, ну, не то, чтобы совсем идиот, а вот не может руководить, ни на каком уровне, и получается большая обида у отца, вот он добился высокого положения, вроде у него и способности были, а у сына толкает по этому пути, а он не хочет, он хочет там на скрипке играть, вот, а отцу не нравится, конфликт, он его заставляет идти в эту систему, а у него не получается, все разваливается, его там на глазах отца, пока отец власти еще он держит, а как только ушел, все, персональный пенсионер союзного значения, а сын, вот так его понижают, 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 от простого инженера где-нибудь, от руководителя предприятия, предположим, куда я постараюсь, он не справляется, обидно, знаете ли, вот это была причина, одна из причин того, что, так сказать, внутренний такой подрыв был, да, со стороны, элиты, переродившиеся по существу, они де-факто стали капиталистами, потому что они не распоряжались буквально, вернее, не владели, неправильно, они не владели де-юро какими-то заводами, фабриками, землями и так далее, но они распоряжались этим, понимаете, они распоряжались, и за счет этого получали и материальную прибавку, там, вот, коррупция тогда уже была, понимаете, снизу до верху, я это знаю не понаслышке, могу фамилии, имена сказать, я это видел, бороться один я не мог, вот, я там критиковал, очень острый критиковал, ну, как-то даже уцелел и жив остался, что странно, вот, но потом они что сделали, они надо передавать, как во всем мире, не власть, а собственность, и вот, что сделали они, значит, вот собственность, значит, вот капиталистическая креда, частная собственность, прежде всего, якобы она священно-неприкосновенная всегда существовала, но при этом, для того, чтобы эту власть упрощить, сохранить, умножить, надо, вот, националистические предрассудки внедрять в население, и говорить, что это вот тут понаехали всякие, как у нас в Ленинграде говорили, понаехали всякие, вот они нам тут и места отнимают, вот сейчас, да, проблема обратная даже, понаехавшие уехали в связи с пандемией, работа на стройках, только понаехавшие работают, только менее, там Узбекистан, и прочее, а тогда говорили, так они приезжают, они отнимают у нас рабочие места, вот почему мы плохо живем, и это, конечно, эспенировалось властью все время, да, ой, это не мы виноваты, не мы грабим страну, в миллиардах, а вот они там понаехали, а им там, вы знаете, этим несчастным узбекам платят-то меньше, чем русскому, этническому, или там местному, да, на том же самом месте, на той же самой должности, но тем не менее, вот надо вот злобу туда перевести, и переводится легко, легко, вот, постепенно закрепляется в сознании, и тут вот такие специфические особенности, этнические, да, вот какие-то национальные, с позиции национальности, особенности есть, да, ну, вот говорят они плохо, да, говорят они плохо, вот, но знаете еще, что, педалирует сейчас вот такую рознь между национальностями, ну, скажем, внутри города, внутри России, что педалирует, конечно, экономический интерес, опять все с экономикой, единство экономическое, рознь на экономической основе, в каком плане, вот, представители так называемых национальных меньшинств, они всегда, когда попадают не к себе на родину, из Узбекистана приезжают, они очень, вот, объединяются внутри города, русские так не объединяются, коренные даже, ленинградцы, петербуржцы, нет такого союза коренных петербуржцев, слышали, нет, вот, а они обязательно объединяются и друг другу помогают, втягивают, один занял место где-то так, поприличнее, другого втягивает, третьего, потом начальником становится, понимаете, вот у меня жена врач высшей категории, коренная, ленинградка, русская, абсолютно, не так, как я тут, смесь жуткая, вот, и она раздражается, я ей начинаю говорить, слушай, ты смотри, у тебя националистические начинаются какие-то замашки, она говорит, смотри, что делается, в больнице, у нас огромная больница, не буду называть номер, одна из крупнейших больниц города, сначала санитарки, санитары, потом медсестры, таджики, узбеки, и там все больше их, потом врачи, теперь у нас два заместителя главного врача узбеки, глядишь, главный врач станет узбеком, а эти вытесняют, ей уже говорят, а вы же пенсионерка по возрасту, но вы врач высшей категории, вызвал ее узбек, зам главного, и говорит, а не пора ли вам, может быть, и отдохнуть, вы не устали, нет? Он говорит, вот я уйду, на мое место, конечно, он возьмет узбека, узбечку, да, своего, вот это, конечно, очень даже раздражает, вы же понимаете, это же экономический момент, сесть на пенсию, да, на 18 тысяч, вот у меня жена заработала всего лишь, да, а это, как вы понимаете, для жизни, очень даже не хватает. кумовство, да, кумовство, но кумовство, то кумовство, но по этническому, вот это чувствуется, по этническому принципу, да, есть такое, есть, а что их вынуждает в этом убедении, да, чтобы выжить, да, а то так бы их разделили, если бы они не были соединены, ну, и там били, и они всегда были внизу, где-то там, на подсобных работах, да, выше бы их никуда не пускали, да, все, а так вот они объединяются. Есть такой момент, видите, тут в основе каких-то вот вроде межэтнических конфликтов, разногласий даже, лежит экономический интерес, конечно, кто тут место под солнцем-то занимает, да, а почему мы вот титульная нация, да, национальность, пардон, национальность. Вот, так что вроде простая проблема, вот если посмотреть с позиции определений классических, да, ее разрулить-то можно, и в чем основание, почему тут, и для чего это классовое поменяется национальным, да, все ясно, но вот практически это осуществить такое единство, да, экономическое, если хотите, пролетарское, вот чтобы узбеки, там, грузины, евреи, кто у нас там, вот по пролетарскому принципу объединялись, а они, вот попробуйте-ка их объединить. Нет, они там на разном языке даже говорят, изначально приходят, а вот общность, вот когда они становятся составляющей нации, когда они, значит, вот включаются в это экономическое единство, все больше и больше, и они вынуждены, и общий язык, а как же, как же он будет работать там водителем, даже на, вы знаете, на этих наших маршрутках, работает в основной эти ребята оттуда, приехавшие с Ближнего Востока, что называется, они плохо говорят, но все больше должны, а как он будет пассажирам объясняться, как он скажет, а мне выходить, когда там у меня Рузовская улица, а он не знает, что это такое, он должен и географию знать, и язык знать, да, ну давайте-ка переключим еще слайд там, дальше еще этого, ну это вот тут, Сталин в этой же работе, марксизм и национальный вопрос, Бауэр, это один из немецких теоретиков, вроде по национальному вопросу тоже, отождествляет свою эволюционно-национальную политику с политикой современного рабочего класса, и это является, с точки зрения Сталина, конечно, попыткой приспособить классную борьбу рабочих к борьбе наций, то есть, ну не приспособить, может быть, можно лучше сказать, а, так сказать, классную борьбу, редуцировать к борьбе, да, нас, привести как-то, частная собственность, капитал неизбежно разъединяет людей, разжигает национальную рознь, усилит национальный гнет, разделяет-то людей, почему, по экономическому положению, безусловно, одни владеют, другие не владеют, да, одни таким образом что-то получают в виде зарплаты, а другие получают по капиталу, вложенному, да, гораздо больше, но это вот заставляет капиталистов, как пишет дальше Сталин, как раз вот педалировать это различие между национальностями, давайте-ка еще, там что, о, вот тут странно, да, да, там что-то еще, так, ага, ну ладно, давайте отдохнем все-таки, я тут хотел, что-то, ну вот это вот, по поводу Бауэра, тоже замечание, весьма актуально, то есть я хотел показать, что вот это определение все, они, конечно, не просто, там, игры в дефиниции, в какие-то там, логические системы, загнать, дать определение, на этом успокоиться, они все работают, безусловно, работают, ну давайте отдохнем, да. Раздражает, в основном, представители россиян, да, кто здесь ассимилирован, потому что приезжают с азиатских республик, ну и южных республик, люди там придерживаются, либо стали придерживаться рода племенных. Ну да, ну вот это тянет их, этническая общность, на чем основа народа, племенных отношений. Получается, у нас ожидается, что эти люди ассимилируются когда-то, и они когда-то ассимилируются, станут частью в российской нации. Но это произойдет не скоро, а пока вот здесь и сейчас мы встречаемся вот с такими поведениями, допустим, не совсем корректными, даже как они на улице ведут. Ну в Европе это еще более остро. Это еще более остро, да. Мигранты там, и вещи вообще происходят. Они в свое время вызывающие живут, да. Ну немало с Африки, из Сирии, беженцы. Ну да, 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 там вот эти беженцы, которые там тоже они сплотились, объединились. Кроме того, у них же там есть еще выплаты беженцы, ну да, 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 там привилегированное положение. Тут получают, что экономически они даже в лучшем положении, нежели чем коренное население, так скажем. Снижение, что вести были на Европе? Ну да. Производитель на Европе? Хотя, хотя, раньше было все наоборот в отношении этих всех вот алжирцев во Франции. Мне довелось, полгода я прожил в Париже на стажировке. Я там видел ужасные совершенно вещи, когда в каком-то вот этом квартале для негров буквально квартал и в общем достаточно центральный квартал Парижа. Рядом там Молин Руш, знаменитая красная мельница в Риете, которые стремятся посетить наши туристы в первую очередь почти. Всегда стремились. Я сейчас не знаю, это я был полгода, но это было-то 47 лет тому назад. Изрядно, там советский период. Так вот, что я видел? Там в этом квартале рядом с Молин Руш как негритянское гетто в таких общагах по сути жили представители Алжира, там еще завтраки много было, всякие цветные негры были. Вот там российские надписи негры убирайтесь там и так далее. и надпись это ерунда доходила до того, что полздания взорвали днем, когда в здании были только матери и дети мало еще, которые шлифком ходили. Там подопломок я прям видел, трупики извлекают. ужасно такие доходили. Но инспирировано тоже в Азии, но тогда между прочим этим мигрантам иммигрантам платили меньше значительно. И это приводило в ярость коренных работающих. Почему? Их увольняли. капиталисту выгоднее платить в два раза меньше за ту же работу. Квалификация может быть плюс-минус, но за ту же работу. Трудоевленность та же самая. Платят в два раза меньше. Естественно, он нанимает там... Робот то же самое, что у нас сейчас. Да. Ну и конечно тут коренные рабочие они не против того, что меньше платят. но против того, что их увольняют, они оставят в ценовую. Тоже им надо детей как-то. Можно понять. То есть экономические свои делишки капиталисты делают, а значит вот они виноваты. Значит их был такой фильм пронзительный французский по этому же поводу. Это случилось праздник называется этот фильм. Вы можете набрать руссковике найти это случилось праздник. Вот по поводу расизма появления национирования. Тоже в одном из крупных городов, я забыл, в таком городе, там какой-то такой город южный французский, вот там российские разборки происходит между коренными тоже рабочими и этими алжицами. А что делать с этим чувством недовольства, которое возникает? чувства, понимаете, вот собственно Сталин вот еще вот анархизм или социализм вот в этой работе еще в 1906 в работах, он как раз и говорил вот как бороться с этим что делать чувства они отражают бытие а не наоборот но они порождают чувство бытии так вот с позиции материалистической значит надо менять бытие каким образом а вот приоритет классовые интересы какие-то какие интересы ну знаете еще раз повторяю вот своей первой такой крупной совместной работе манифест коммунистической партии 1848 года Маркс Энгис пишет что мы коммунисты прямо пишем свои цели можем определить тремя словами уничтожение частной собственности вот частная собственность основа всех остальных вот этих межнациональных разбор боя знаете вот конфликтов таких между уже империалистическими державами вот это Ленин в работе капитализм и империализм как высшая статья капитализм работа как раз написана тут в преддверии Первой мировой войны опубликовано уже когда война нашла он пишет что это война неизбежная следствие капитализма дорожшего до империализма когда идет уже передел мира передел сферы влияния передел частной собственности как каково а может быть источников сырья и так далее как у нас нефть и прочее значит разрулить проблему да розни национальной междунациональностями можно только одним способом это вот упразднить причину этой розни упразднить то что эту рознь подогревает все время инспирирует порождает вновь и вновь в новом поколении в следующем поколении усиливает это частная собственность на средства производства и мы видим даже примеры исторические очень правда давние но нельзя их забывать что и вот я люблю эти цифры сопоставлять и сейчас еще раз вам напомню что из 100 тысяч лет всей истории хомо сапиенс на земле по данным современной антропологии 100 тысяч лет называется некоторые там миллион даже дают но это не научные цифры до недавнего времени так скажем я еще начинал преподавательскую деятельность когда 50 лет тому назад мы называли и мы конечно антропологи называли 50 тысяч лет сейчас в два раза увеличилось так вот из 100 тысяч лет существования хомо сапиенс классовое общество существует только 5 тысяч лет для наиболее продвинутых народов вот на территории России 5 тысяч лет тому назад классовое общество не возникло потому что классовое общество возникает вместе с государством государственность вот государство когда оно возникло на 10 век у нас на территории вот вот тут возникает и возникает классовое противоречие а до этого что застой это первобытная коммуниза вот тут частной собственности нет и быть не может почему производительность труда такая низкая это все по Марксу кстати это не какое-то открытие это азбучные истины марксизма да настолько низкая производительность что не может скопиться какая-то собственность принадлежащая отдельно взятым лицам вот эти орудия труда ну и конечно земли на которых там землепашцы древняя профессия ввиду своей работы что-то сеет в конце концов места охоты места рыбной ловли все это принадлежит племени или даже не племени а всем поэтому столкновение между племенами в одном лесу они говорят ну мы тут все время охотились и наши деды охотились а эти говорят и мы тут все время охотились а вот ну и начинается вот столкновение было на экономической основе но не на этнической заметьте основе не джунгл мы выше вас нет вот мы охотились вот там ссылка такая но частности нет и по этому поводу вот английский философ уже нового времени томас копс писал что в до так сказать цивилизационный период то есть до появления частной собственности на средства производства человечество жило по принципу война всех против всех потому что нет вот не мог сказать вот это мое или это наше нет это общее а каждый претендует на этот кусок да каждое племя внутри племени там не было такого противоречия экономического почему потому что вот это общественная собственность такая общенародная можно сказать и общеплеменная она определяла и распределение как коммунистическое по потребностям но потребности были мимонизированы ребенок он не принимал участие маленький совсем в охоте но ему уже надо есть ему давали кусочек женщины в меньшей степени принимали участие в охоте да значит ей поменьше а мужчина который главный охотник он побольше вот по потребностям даже не по труду заметьте потому что там кто-то не трудился меньше трудился именно по потребностям но потребностям именизированы на уровне прожилищного что называется мину говорят сегодняшним языком то есть чуть меньше и все и племя вымирало целое и сколько таких вымирало их было вот значит вот общественная собственность общенародная общеплеменная распределение коммунистическое по потребностям а власть то какая власть советская то есть не советов народных депутатов а советов племен советов старейшим вначале еще внутри племени вот и она была абсолютно демократическая избираемая ну понимаете маленькие племена когда союз племен там возник новое объединение количество перешло в качество уже плохо управляемо стало и вот понадобилось уже при увеличении дальнейшей производительности труда создать государство которое бы закрепило власть частного собственника частную собственность распределение юридически появились соответствующие там римское право первое которое значит юридически это еще закрепляло не просто так словесно это вот мое а где у тебя документы есть что это свое или нет вот значит вот это конечно привело ну межклассом появились классы до этого их не было и конечно первовыдный коммунизм был разрушен он должен был быть разрушен потому что он был основан на очень низком уровне производительности труда более высокий уровень он требовал уже других отношений производственных и внепроизводственных базисных и соответственно настойчивых другая мораль появилась еще плюс к морали в классовом обществе появляется право которое регулирует отношения между людьми сильнее чем мораль ну и так сказать конкуренция вот с тех пор и продолжается при приоритете права в классовом обществе вот ну и дальнейшее вот развитие вот в эпоху капитализма о чем уже я говорил словами Иосифа Сирионовича появляется новая общность людей такая общность как нация нация и вот тут уже возникает проблема а национальности появляется раньше этническая общность конечно этносы появляется раньше кстати этнос это такой термин ну не очень четкий наверное вот теория этногенеза Гумилев Лев Николаевич сейчас кстати очень много сторонников и концепции Льва Николаевича и вообще вот такого биологизаторства скажем неофридизм очень так сказать в моде в некоторых кругах вот что Дима тут это тоже биологизаторская концепция вы знаете да Фрейд вообще да он шел от того что вот так сказать какие-то инстинкты это же биологический момент давят сообществом социум просто подавляет биологию человека его инстинкты и вот за счет этого подавления происходит бунт в конце концов а бунт приводит либо так сказать вся эта верхушка как выражался Фрейд вся эта крыша в слоеном пироге вот психики человека где внутри там находится инстинктивное неосознанное в середине находится эго я самосознание как я себя понимаю а наверху вот эта социальная крышка находится супер эго супер эго сверх я социальные установления положения законы вот туда не ходи тут нельзя плевать на пол это еще что вот все установления они сдерживают человек человеческую самость вот эту именно биологическую инстинктивную основу и тут два выхода либо вы сойдете с ума за счет этого если взорвется вот это супер эго все слетит вместе с эго вот это провется вот это либидо изнутри взрыв произойдет личности да разрушение личности либо слетает эта самая крышка супер эго но тогда вы совершаете преступление ну а дальше вот какие инстинкты два инстинкта только агрессивности и сексуальности значит и преступление фрейд делит на преступление на агрессивной почве на сексуальной на смешанность агрессивно-сексуальной война между народами проявление инстинкта агрессивности вот он как-то умалчивает а если дружеские отношения что это проявление инстинкта сексуальности Международный. Ну, какая-то натяжка, да, чувствуется. Но тоже биологизаторская теория. И, если хотите, в чем-то Фрейд, так сказать, солидарен даже и с Ницше с субъективным волюнтаризмом, да. А на чем основывается у Ницше, скажем, вот эта воля к власти? Тоже изнутри идет как-то, да. Изнутри идет. Это не что-то воспитанное. Нельзя воспитать настоящего риса. Надо родиться настоящим рисом. Это природное. У Гумилева тоже природное, понимаете. Вот они тут вот как-то перекликаются вот эти все концепции биологизаторского типа. Поэтому, конечно, с позиции дилектического материализма нельзя принять и концепцию Гумилева. Потому что, если дальше идти, тут можно дойти до какого-то противопоставления одного этноса к другому. Хороший этнос, пассионарный, положительный, плохой этнос, пассионарный, отрицательный, еще что-нибудь, понимаете. Накрутить, может, много. А основу, вот, я уже сказал, тут учение о нации, национальности, чем они различаются, надо все время это, как и содержать в уме. И не обвинять человека, что он такой плохой, потому что он такой национальности. Ну вот. А почему он плохой? А вот он плохой, так сказать, он отрицательный тип, стремится к разрушению, да, какой-то там. Якобы это национальная черта, да. Вот у нас одно время в полицейских, еще в милицейских протоколах даже писали, я видел эти протоколы, не просто так говорю, задержан на лицо кавказской национальности. Хотя такой национальности нет, но вот писали официально про кавказской национальности и приписывали кавказской национальности экспансивность, конечно, стремление там кого-то там убить, давить, насиловать, там что угодно. Вот это все черты всего Кавказа, получается. И там получается уже национализм какой-то. Вот, да, вот они все. Поэтому если понаехали у нас преступления, так вот они, вот лица кавказской национальности понаехали. Ну вот поэтому сейчас кавказская национальность, она как-то уходит, да, другая, другие национальности появляются, не кавказского плана, но тоже, так сказать. А основание также преступления в чем? Ну вот пытаются свести к этому, к этническому вопросу, к ронородственному, да, или биологическому, наследственность плохая. Ну вот чего с него взять, почему он такой стал, серийный убийца, ну, наследственность плохая. А почему у нас там преступление против личности вот выросло несоизмеримо по отношению к Советскому Союзу? Есть статистика такая, я не голосовал. Некоторые говорят, а в Советском Союзе все затушилось. Не надо. Я вот был, я комсомольский работник, 7 лет освобожденный комсомольский работник. Я владел этими тайнами статистики, что называется. Сколько, каких преступлений по району, по городу Ленинграда, огромного города, да, мегаполис, было совершено. Я вас уверяю, сейчас статистика, увы, куда как печальнее. Посмотрите, сколько у нас людей просто без вести пропадает, неизвестно как. Случай, что, мол, это их на органы, или их просто едят. Ну, вы же понимаете, это слухи. Скорее всего, это преступление на какой-то вот корыстной основе. Если, ну, маньяки тоже бывают, вот действительно природное начало превалирует. Но они не составляют у нас приоритета, эти маньяки, в числе преступлений, да, против личности. Отнюдь. Это отдельно взятые изыски какие-то. А в основном, вы же знаете, так сказать, нормальный преступник, что называется, он может убить человека, но он не будет направо и налево всех убивать. Он подумает, да, стоит ли ему, зачем. Может и так, знаете, как знаменитые песенки, вы, может, и не слышите по младости лет из фильма про Буратино. Там кот Базилия, лиса Алиса, обнявшись, поют песенку. Ну, одна, один из куплетов. На дурака, какое небо голубое, мы не сторонники разбоя. На дурака не нужен нож. Ему с три короба наврешь и делай с ним, что хочешь. Так что у нас это преобладает. Зачем там нож, да, другие. Ну, а маньяк пойдет там, конечно. Вот, и вот тут иногда говорят, ну, почему у нас так маньяков-то тоже вроде численно прибавилось. Что это такое, патология? Или другие патологии, вот, скажем, вот эта знаменитая бисексуальность, да, которая стала уже нормой, правилом на Западе, да. Даже если ты будешь высказывать просто словесно против этого, да, так можешь угодить в тюрьму. Вот до чего дело дошло. Что это такое? Это признаки вообще деградации капиталистической системы, производства и жизни. Безусловно. Потому что при капитализме что является целью капиталистического производства? Нажива. Нажива. Вот. И любые средства хороши. Об этом еще и Маркс писал в «Капитале», знаменитое это выражение, что если прибыль составляет, правда, это не Маркса слова, он там цитирует малоизвестного автора, но это неважно. Маркс, эту цитату он превращает, он показывает это уже даже с позиции математических каких-то так, в расчетах политэкономических, что если прибыль составляет, скажем, 100%, то предприниматель очень оживляется. Если 200%, предприниматель может пересогнуть и все моральные устои. Если 300%, то нет такого преступления, на которое не пойдет предприниматель ради 300%, даже под угрозой смертной казни. Вот мы что имеем сейчас, да? Вот откуда, да? Преступление, аморализм, да? И вот это, вот это оказывается выгодно. Опять же, разделяй по какому-то признаку, вот по половому признаку, да? Давайте вот там еще что-нибудь придумаем. Вот. И это вот у меня тут спор был с группой молодежи, которым я тоже лекцию читал. Так я вот так, доброход читаю по-коммунистически, без вознаграждения же я эти все вещи провожу. Вот. А из любви к науке и к марксизму, да. Так вот, они мне говорили, так это вот все, это бисексуально, все это идет от природы. Это вот природа, это вот мутации какие-то идут. И все, почему так много стало, значит много стало мутаций. Я говорю, мутации? А вы знаете, вот всякую, так сказать, эти половые извращения, вот скажем, Рим когда деградировал, прежде всего экономически, потом политически, да, деградировал, он деградировал и духовно, и нравственно. Вот. Так вот мои молодые, так сказать, оппоненты, они говорят, ну это все вот мутации, это на биологическом уровне. Социум тут ни при чем. Ага. Говорю, ни при чем. А если это все культивировать, если подавать это как не недостаток, не как болезнь, а как естественная совершенно вещь, и можно даже поощрять, и фильмы соответствующие создавать. А тот фильм посмотрел недавно, правда он не самый свежий. Жень Адель. Французский фильм. Вот, посмотрел я. Ну это просто, понимаете, ну я не знаю, песнь такая, хвалебная лесбийской любовью. Понимаете, вот между девушками. Ну и что, это вот это культивирует, но это же неплохо, это хорошо. Да. Ну вы же понимаете, вот эта молодежь, которая со мной спорила, я даже заподозрил их, думаю, что-то они сами, наверное, не совсем адекватны в этом отношении. Вот. Как они яростно со мной идут? Это естественно. Я говорю, знаете что, есть критерии естественности. Нормальная, естественная любовь между разными полами, она имеет цель, если не прямое, ну так сказать, природность или что, продолжение рода. А любовь между одними теми же, так сказать, полами, она к продолжению рода не ведет. Вот она критерия. Идет деградацию в обществе. Ну они, говорят, берут, усыновляют, удочеряют там детей. Я говорю, жалко этих детей, которые усыновляют, удочеряют, где они берут. И потом, они-то рождаются, наверное, естественно путем, не с пробиркой пока. Ну вот. Ну вот такие вот, понимаете, позиции интересные. То есть опять сведение вот какой-то биологической основы. Да, вот тоже самое, что и вот, вот этот самый национализм, с чего мы начали, чем мы должны закончить в этом плане. Вот все крутится вокруг вот этой абсолютизации биологического. То есть человек, это социальное существо. И детерминация социальная у него должна преобладать и преобладает. и в плане положительном, и в плане отрицательном, конечно, преобладает. Вот начинаешь культивировать что-то, да, вот та же нацистская идеология, я же говорю. За несколько месяцев, пожалуйста, люди стали приверженцами фашистской идеологии. Было объективное основание, было угнетение немцев в связи с их общей разгромом в Первой мировой войне. В общем-то, они понесли большие уроны, и контрибуции, и там земли дошли, все. На этой основе, конечно, их вот ремарк прекрасно описал. Кстати, немцы ремарка преследовали, там, не совсем немец, там, частично еврей, черт знает, что пишет. Ну вот он прекрасно, вот три товарища, например, вот, замечательная вещь, вот, которая показывает изнутри, как это вот, вот эта угнетенность такая, молодые люди не знают, чем заняться, у них нет никаких таких далеко идущих идеалов, интересов, они как-то скучают от тоски, они занимаются тем, что на машины, они занимаются ремонтом вообще, ну, чем живут, ремонтом автомобилей, вот на машины очень низкого класса ставят первоклассные моторы, и на дорогах обгоняют машины первоклассные на своей какой-то внешней развалине, да, вот такие, понимаете, да, у него там ремарка, вот эта проблема как раз сущности бытия, наличного причем, да, и смысл жизни, вот, делает ремарка, когда он их вперед выдвигает во всех практически своих произведениях, да, и обелиск, и на западном фронте без перемен, вот, упомянутые три товарища, все это, ну, экзистенциализм, это из разновидностей к философии в 20 веке очень модный, кстати, вот немецкий экзистенциализм особый, привкус имеет, как раз он появляется всегда после какого-то упадка на уровне нации, не национальности, нация, да, вот, нация потерпела поражение в мировой войне, кстати, можно было предполагать реваншизм и в Германии, да, потому что она уж такое скрушительное поражение, второе потерпело во второй мировой войне, да, что, казалось бы, можно было, но, однако, заметьте, на Украине гораздо больше фашистов, чем в Германии, так, в численном выражении, ну, может быть, таких откровенных фашистов, националистов, доходящих до фашизма, вот, ну, хотя там есть и партия соответствующая, ну, собственно, в Германии, ну, пока она еще в парламент не прорывается, а у Германии, на Украине почти что уже все, захватили это, умы сердца даже населения, так что, вот, оказывается, можно культивировать даже у тех народов, которые вроде не потерпели сокрушения во второй мировой войне, наоборот, были украинцы, украинские партизаны, да, так же, как и белорусские партизаны, да, здесь мы не можем кого-то противопоставить, сказать, эти лучше, другие хуже. Можно вопрос, вернуться к вопросу о нации, можно ли сказать, что русская нация в границах российского государства, нация, и, соответственно, она граничит русскую нацию, во-первых, вот выражение, само термин, русская вы сказали, тут нельзя говорить русская, надо говорить российская, нация, потому что тогда вы исключаете всех нерусских, понимаете, сразу, из нации, а это же межэтническое объединение, а не этническое единство. То есть, как с теми выходцами из России? Да, безусловно, те, кто не принимает участие в экономической жизни России, как единого целостного государства, слава Богу, как говорят атеисты, пока и суверенного, хотя покушения идут и на Россию, безусловно, вот, цель такая есть. Так вот, конечно же, если не принимает участие в экономической жизни, не живет, и волей-неволей уехал куда-то, он должен другим языком пользоваться, значит, внедряться и ассимилировать другую культуру он должен. А вот нельзя, вы же понимаете, как он там будет, если он совсем анахаретом от этого общества будет держаться и никак ни с языком, ничего, как он вообще жить-то будет, как он работать там будет, общаться, только со своими там, с членами семьи, что ли, не получится. Как говорил Владимир Ильич, Ульянов Ленин по этому поводу, нельзя жить в обществе, быть свободным от этого общества. То есть, он уже, конечно, поскольку он туда внедрится и ассимирится, он уже не представитель российской нации. А если он уехал в Ленина, эмигрировал на некоторое время, на 5 лет или на 8? Ну так вот, на время, когда он там и когда он там экономик, экономической жизни принимает участие. Да, он исключен. хотя де-юра он может гражданство за собой сохранить, юридически. Но вы понимаете, юридическое и фактическое далеко не всегда совпадает. Вот у нас, я говорил уже, частной собственности в Советском Союзе де-юра не было, а де-факто была. И можно показать целый ряд примеров. Это на нас к умножению этой частности собственности привело. внутренняя причина, может, главная, хотя внешне побудительные, конечно, были там толчки со стороны Запада и очень мощные внедрялись там вот эти эмиссары влияния были, куда относятся наши выдающиеся партийные деятели многие. С Яковлевым я беседовал, вот он был. Слава Николаевич? А? Да. Второй секретарь ЦК был по идеологии. Ну вот, участник войны, казалось бы, да, и даже инвалид войны был. Вот, казалось бы, такое бытие, какое сознание можно определять? А вот я, будучи заведующим кафедрой Ленинградской высшей партийной школы, попал в 91-м году, в начале 91-го года в Москву на двухмесячные курсы повышения квалификации. И там разделили, там вот заведующих кафедр высших партийных школ в стране это было много. Каждая республика наша имела высшую партийную школу обязательно. И даже Ленинград, вроде как не республика, но субъект федерации, он имел тоже свою партийную школу. Так вот, там заведующие кафедры в отдельную группу, преподаватель в другую группу. Ну и у нас один проректор даже попал в высшую партийную школу из Минска. Так вот, Яковлев выступал перед нами долго и пламенно выступал, так, с задором с таким, хотя уже возраст у него был такой, ну, помоложе, чем я сейчас, правда, поясни, сопоставить, но тем не менее. И он призывал нас, конечно, перестройку, так сказать, поддержать, вот, мы проводники, а потом неудовольствующие лекции он читал всем, не только заведующим, ну и, так сказать, преподавателям, доцентам, профессорам, просто преподавателям высших партийной школы, высших партийной школы страны. А потом он собрал нас заведующих кафедры, специально было объявление за круглым столом, похоже на этот круглый стол, ну, овальный он не совсем, ну, неважно, такой же, вот, уже с модным отверстием посередине там цветы стояли для цветов. И, значит, нас было там человек 7 заведующих кафедров, он говорит, вот я почему вас, товарищи, собрал? До этого нас попросили подписной лист такой, кто присутствует, пришел, фамилиями отчества, степень звания, высшая партийная школа, такая-то должность, да, заведующий, вот, ну, вот это прошло, там, 6-7 человек ему пришло. Ну, вот он стал говорить о том, значит, свои акценты какие-то делал на своем большом выступлении, коротко так резюмировал, и говорит, вот я хотел бы теперь получить обратную связь, вы же заведующий кафедр, высшая партийная школа, проводники партии, идеи партии, вот как вы относитесь к перестройке, ускорению тогда еще было, нет, уже перестройка была, пардон, это уже ускорение, вначале была концепция ускорения, потом перестройка, но это уже, да, 91-й год, это уже перестройка, а? Переход в Крым, ну, это уже, да, уже тут все, и общечественские ценности выше ставились даже национальных, вот, кстати, вопрос еще национальный, Горбачев специальную книгу опубликовал и выступал везде, призывал, но не только призывал и делал это, то есть общечественские ценности абстрактные выше, чем, он прямо заявлял в книге, это у меня книга его стоит на полке, выше национальных и каких-то там классовых и всех других, вот общечественских, какие общечественские, это вот те, которые сосредоточены в десяти заповедях, заменитых, на скрижалях явившиеся Моисея, послания Бога, да, вот, не уби, не укради, не прелюбодействуй, но не буду все перечислять, да, вот, вот, вот что надо, и поэтому из заповедей не убей надо делать вывод, что мы должны стремиться к разоружению всеобщему, и Советский Союз покажет пример, и показали, в одностороннем порядке стали разоружаться, и вот это крушение берлинских стены, это же все тоже к этому, к этой философии, так сказать, хотя, вы же понимаете, первично тут не философская идея, а в общечеловеческих, о приоритете общечеловеческих ценностей, первичным были интересы классовые, которые здесь и Горбачеву тоже проводились, и, ну, я говорил о Яковлеве, сбился, Яковлев собрал нас, да, и говорит, ну, вот как вы относитесь к политике партии, вот высказывайтесь, пожалуйста, ну, по кругу, давайте от меня там, слева направо, справа налево, а я вот так вот сидел, как сейчас, вот так Яковлев, и количество, примерно, такое же было народа, ну, дошло до меня, ну, а все, как высказывались, до меня там, три человека, что ли, четыре, ну, по привычной схеме, политику одобряем, партии, центрального комитета, поддерживаем, надо усилить, углубить, и так далее, Горбачев говорил, углубить, да, но дошло дело на меня, а я такой же был озлобленный этой политикой, что я сказал, Александр Николаевич, вы хотели откровенно, да, да, пожалуйста, без обиняков, все, мы тут вот, как бы, свои тут все, нам делить нечего, а мне хотелось, откровенно, и никто из вас не будет преследоваться, я хорошо говорю, откровенно, значит, я считаю, что центральный комитет коммунистической партии Советского Союза и вы лично взяли курс на развал СССР и развал КПСС, и какие-то там привел, я сейчас не помню подробности, он говорит, а вы кто? Я говорю, Огородников, Александр Петрович, доктор философских и наук, профессор, заведующий кафедрой Ленинградской высшей партийной школы марксизма с Калининской философией, вот, а он, значит, говорит, а вы философ, вот, судя по тому, что вы сказали, как вы аргументировали, вы плохо знаете политэкономию, я посоветую вам, и он мне, как студенту, профессор, говорит, вот почитайте вот эту работу, вот эту работу, и эту работу, кстати, свой однофамильцы Яковлева тогда был, экономист такой, и тогда очень известный, тоже экономист, да, и так далее, которого все время с Яковлевым с этим путали, ну, неважно, так вот, вот тогда вы, помечу, не правы, ну, ладно, говорю, я бы рад был быть неправым, но боюсь, что ближайшее будущее расставить все точки надо, да, вот. Вопрос от Марца. Владимир Петрович от Марца. Спасибо. Карл Марц. У меня есть строгая детерминация, и по цепочке причинно-следственных связей можно дойти до причины-причины, а как с точки зрения диалектического материализма? Да где это детерминация-то, еще раз, где? В идеализме. В идеализме? Не в идеализме. Вот это, я тут недавно лекцию читал, тоже выложен в Ютьюбе, по детерминизму отдельно. Вот. Там, ну, так вот, по существу. Метафизический детерминизм, который основал единственный чистый материалист среди древних греков, это Демокрит. Что предполагается, что причина, причина порождает некое следствие, никаких непричинных детерминат не будет, с абсолютной необходимостью. Это следствие становится причиной другого следствия, и так до бесконечности. И можно посмотреть и в бесконечную вдаль, там не будет начала. Вот. Хотя не все были согласны с Демокритом в последующем насчет начала. Так вот, значит, ну это абсолютизация необходимой причинно-следственной связи. И даже Демокрит говорил, что я, если мне предложат на выбор, вот полное раскрытие одной только одного звена причинно-следственного, полное раскрытие мне предложат. Или персидский трон. Так я предпочту вот первое полное. Почему? Если я владею этим звеном полностью, я могу однозначно предсказать все будущее и для людей, и для мира. А персидский престол, что он мне даст? греки персид завоюют и все. Я с ним зачем мне такое предательство подношение к своему народу совершать. Эту позицию поддержал в новом время Пьер Симон Лаплас. И отсюда появился такой термин лапласовский детерминизм. Он почти повторил Демокрита вот в этом его убежденности, что мир соткан просто из необходимых причинно-следственных связей, которые образуют огромную сеть. И Лаплас в опыт философии теории вероятности писал даже следующее, что если бы был такой демон, он был, кстати, абсолютным атеистом, в чем признался даже Наполеону Бонапарту, который своим демоническим сознанием, вот если был такой, мог бы охватить все причинно-следственные связи мира, вот сейчас остановить мир, вот срез от причинно-следственных связей, да, сейчас, в это мгновение, он бы, этот демон, мог при помощи своего демонического сознания предсказать все события в бесконечном будущем и открыть все события в бесконечном прошлом до этого момента. Ну, то же самое, что демокрит, немножко другими словами, как вы понимаете. Удивительно, что Пьер Симон Лаплас был отцом теории вероятности, которая вообще основана на понятии случайное событие. Так он говорил, что случайно мы называем событие, причину которой не знаю. Демокрит говорил то же самое за две тысячи сгаков лет до Лапласа. Вот, и вся теория вероятности по Лапласу, это не что иное, как необходимая поправка на незнание действительных причин. Поэтому мы говорим не о каком-то динамическом таком связи, динамической причины и следствия, а говорим о каком-то вероятностном отношении, что вот какое-то вероятностное распределение есть. Почему? Потому что мы всех причин не знаем. Поэтому мы говорим, ну, с какой-то вероятностью скорее всего произойдет это. А узнали бы все причины, мы бы однозначно сказали, вот это только произойдет, и не больше. Вообще детерминизм отождествляется и сегодня в естествознании и математике вот именно с таким лапласовским демокритовским детерминизмом. И считается, что есть детерминированные системы, вот это причина следственной необходимой связи и не детерминированные. То есть там случаются. Да, вопрос от Павла Солдатова. Владимир Петрович, здравствуйте. Приведите, пожалуйста, примеры частной собственности на средства производства в СССР. Я сказал, что частная собственность она была скрыта. До юра она не существовала и не могла существовать. Конституция запрещала это. Скрытая, приведу примеры. Вот начиная снизу росла эта частная собственность. Вот представь себе человечка такого, стоит он за пивной стол. Раньше у нас такие пивные стойки на каждом углу почти стояли от гастрономов. Можно взять было пиво, кружку выпить за 20 копеек, как сейчас помню. Вот. Так вот, представьте себе, человек торгует пивом, стоит. Пиво ему не принадлежит. Это что? Это государственная собственность, пиво. Стойка ему не принадлежит. Вот где он пиво нажимает, у него идет из бочки сифон такой. Фартук даже, который на нем одежда, ему выдают. Но ему принадлежит. Жигуленок первой модели тогда только один существовал. Российское производство. Дальше что ему? Дачка ему принадлежит. Кооперативная квартирка. Ох, не по зубам было простому инженеру. Я с этим столкнулся. Вообще. А ему принадлежит. А сколько он получает? Да он получает меньше простого инженера. Вы знаете, тогда фиксированные были ставки, вот распределение не по труду, а по сверху от государственной собственности, от государства ставки. Я это узнал, точно знаю. Он получал вот этот человек, который пивом торгует, везде. Хоть он в Владивостоке торгует, хоть в Москве, хоть в Ленинграде, хоть в Калининграде, в Кёнигсберге бывшем. Он получал 90 рублей, у него оклад был. Фиксированная ставка. Это, говорят, равенство было. Вот одинаковый труд, одинаково как бы оплачивается. не одинаково. Откуда у него вот это, да, машина, квартира, все? Догадайтесь. Из водички, которую он разбавляет. Вот Вячеслав Невинный замечательной комедии, кинокомедии, там несколько миниатюр, не может быть называется. Вот он там изображает такого. Он по фигуре-то очень был, вписался в эту пивную стойку. И вот он там за пивной стойкой поет, губит людей не пиво, губит людей вода. теперь разберемся, что же производит, что же, вернее, откуда берутся денежки у этого человека. Из воды, говорят, ну воды, если бы он чистую воду, никто бы его не купил. Он пиво разбавляет, но пиво государственное. Значит, в той пропорции, в которой он государственное разбавил водой, он приватизировал это пиво. Вот в этом размере он его приватизировал. Это и стало вот часть не все пиво, а вот в том размере, в котором он разбавил, его частной собственности. Поэтому она дает ему доход, прибыль ему. Вот. Понимаете? А для того, чтобы на этом замечательном месте удержаться, он частью этого дохода должен делиться, догадайтесь, с кем, кто его туда ставит, от гастрономов, директор гастрономов. Он должен делиться с директором гастрономов. И вот. А директор гастрономов, чтобы на таком, а с ним делаются не только продавцы пива, но и мясо там и прочее. Кто там не довешивает, тоже, понимаете, приватизирует. С ним делятся. А он-то, чтобы на такой замечательной еще лучше, конечно, должности, он должен делиться с начальником главка. А начальник главка, страшно сказать, с министром. А если не будешь делиться, не усидишь. Вот так ручейки стекались в реки, реки в моря, и вот эти, которые наверху-то на самом, они де-факто управляли вот этим всем экономическим процессом по существу, да, они управляли. Хотя они не владели ими де-юра, да, а вот они распоряжались, пользовались и получали прибавку, и потом они захотели это легализовать. Поэтому и переворот произошел. на средства он для себя делает. Частная собственность для всего государства. Нет, если, не, Частная собственность и личная собственность это опять же две большие разницы. Если вы владеете скажем машиной, это личная собственность. Но если вы на этой машине стали заниматься извозом, вы получаете доход и не платите ничего, не отстегиваете проценты, это вот сделали машину частично, не полностью частной собственностью, пиво от государства. Было государственное, а стало частное. Вот частная собственность и государственная собственность тоже не одно и то же. Теперь личная собственность и частная, да, вот я говорю. Личная собственность, ну, что угодно мне. дачу. Вот у меня дачу я сам своим трудом построил. Вот я лично действительно срубил дачу, баню срубил. Вот я вот этими руками сделал. Но если я буду это сдавать дачу куда-нибудь в аренду, я не знаю, или просто дачников пущу, вот я превращу свою личную собственность, частную собственность. Я буду получать прибыль. Если при этом не буду делиться государством, я, то есть налоги платить. Да, так же, как и квартиру, скажем, если я буду пускать в комнату. Можно отнести к чему угодно, но когда эти родимые пятна раздуваются в одну большую черную дыру, понимаете, куда падает весь государство. Ну что, определение. Так я говорю, количество переходит в качество. Количество чего? Количество приватизированного государственной собственности, переходящее де-факто в частную. Когда вот большие, вот я говорю, ручейки встекались в реки, реки в океаны, делали океаны, то тогда уже вот это количество, оно требовало изменения вообще системы распределения, а следует на производство. Продолжение следует... Продолжение следует...